Это новости в студии Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. Здравствуйте. Данные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории Казахстана и за этим строго следят. Отдельно МИД отметил, цитата, «Казахстан имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего, и в любой сложной геополитической обстановке вокруг исходить будут из приоритета нацбезопасности». Дипломаты уверены, что казахстанцы проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства. Также в МИДе напомнили, что важно доверять официальной информации госорганов. И к другим темам. На казахстанско-российской границе увеличивается число въезжающих в Казахстан и иностранных граждан. Все 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, сообщили в пограничной службе комитета нацбезопасности. На четырех пунктах наблюдается скопление автомобилей. Ситуация находится на особом контроле. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Ситуацию держат под контролем и в миграционной службе МВД. О каждом иностранце есть полная информация, в том числе о дате его въезда. Ведомство отслеживает соблюдение установленных правил пребывания на территории республики. Нахождение в стране больше 30 дней требует получения разрешения на временное проживание. В этом году в Казахстан въехали почти 4,5 миллиона иностранцев. Из них больше 1,6 миллиона гражданин граждан России. В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании правил въезда и пребывания мигрантов в республике Казахстан, а также их выезда из республики Казахстан и правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства. Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КМБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу республики Казахстан, в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев. Как сообщает наш корреспондент, в Москве последние три дня россияне уезжают не только в Казахстан, но и в Армению, Грузию, Монголию и Финляндию. Последняя, кстати, готовится ограничить въезд россиян. Страна не хочет быть транзитной. Латвия собирается отказывать россиянам даже в гуманитарных визах, если выяснится, что они избегают мобилизации. Против приема беженцев из России выступает также Эстония, Литва, Польша, Чехия. Но тут у европейцев нет единого мнения. Германия, например, считает, что надо выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации. Как их посчитать? Это еще нужно время. Кроме того, мы должны понимать, что те же данные, которые мы получаем через официальные службы, во-первых, это момент, официально публикуются данные прошлого квартала, раз. Кроме того, пограничная служба не всегда раскрывает все свои данные из соображений национальной и государственной безопасности. И третий момент. Есть нюанс, связанный с четырьмя свободами ЕАЭС, в том числе, как мы фиксируем пересечения. Если человек пересекает по загранпаспорту, он получает печать. Соответственно, это фиксируется. Если он пересекает по внутреннему паспорту, то тут будет вопрос, связанный с тем, что это пересечение может не фиксироваться. Между тем, российские власти до сих пор не дали четких разъяснений, кому нельзя покидать страну. В то же время некоторые регионы, например, Курская область и Татарстан, запретили всем военнообязанным уезжать из регионов без разрешения военного комиссариата. В целом, согласно российскому закону о мобилизации, состоящим на воинском учете гражданам, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военкоматов. Сейчас выехать в безвизовые страны легко. Надо только отстоять очередь. Две с половиной тысячи студентов из России перевелись в казахстанские вузы с начала мая текущего года. Еще больше 30 прибыли из Украины. Такие данные озвучил сегодня министр науки и высшего образования Сейсат Нурбек. Он также сообщил, что в стране открываются филиалы российских технических университетов. Так, в ЭТРАУ заработал филиал РГУ нефти и газа имени Губкина. 15 школьников отравились слезоточивым газом из баллончика в школе-поселке Ленинске в Павлодарской области. Их всех доставили в областную детскую больницу. В настоящий момент медики оценивают состояние двоих как средне-тяжелое. У остальных отравление легкой степени тяжести. Их уже отпустили на амбулаторное лечение. Полиция ищет злоумышленника. ЧП произошло сегодня утром. Неизвестный распылил в школьном коридоре слезоточивый газ. Пришлось экстренно эвакуировать почти 700 учеников. В Ак-Тубе экстренно эвакуировали учеников восьми школ из-за сообщения о заложенных в них взрывных устройствах. Анонимное письмо поступило на почту департамента полиции. Сообщение оказалось ложным. После проверки зданий занятия в классах возобновили. За неделю это уже второй случай. В понедельник неизвестный сообщил о заложенных бомбах в трех школах. С начала года это уже седьмой подобный факт. Однако установить злоумышленника полицейским пока не удается. На место экстренно выехали все оперативные службы. Кинологами и саперами были проведены осмотры здания и прилегающие территории учебных заведений. Взрывных устройств не обнаружено. Проводится мероприятие направлено на установление и задержание подозреваемого лица. В области Абай среди подсолнухов и кукурузы выращивали коноплю. Запрещенные растения обнаружили полицейские в ходе оперативных мероприятий. Плантация располагалась в 25 километрах от села Урджар. Там насчитали более 2000 кустов. Возделыванием занималась целая группа молодых людей. У них полицейские изъяли 104 килограмма марихуаны. 11 человек, 8 из которых жители южных регионов страны, выдворены в изолятор временного содержания. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. 10 лет лишения свободы получил мужчина за попытку вывести 9300 поддельных долларов, отпечатанных 100-долларовыми купюрами. Кроме того, на момент задержания у него обнаружили крупную партию психотропного вещества мефедрона. Преступника задержали в Шымкенте. Делом занимались сотрудники агентства по финмониторингу. Суд признал его виновным в совершении уголовного дела. В столичном аэропорту задержали мужчину, который пытался незаконно вести 11 телефонов марки iPhone 14 Pro. Как отметили в Министерстве финансов, пассажир прибыл рейсом из Дубая. Задержанные телефоны отправили на склад временного хранения для таможенной очистки. Казахстанцы привлекут к административной ответственности за недекларирование смартфонов. В ведомстве отметили, что через границу нельзя перевозить больше двух телефонов. Ну и к новостям в мире. Во Франции стартовала серия социальных протестов. На улицы Парижа вышли медики. Через неделю эстафету продолжат работники общественного транспорта. Ситуацию в бюджетных больницах протестующие называют катастрофической. И опасной не только для персонала, но и пациентов. Толпа в несколько сотен человек перед офисом Парижской администрации государственных госпиталей. Протестующих могло быть больше, но из-за хронической нехватки рабочих рук даже на акцию протеста приходится идти в сокращенном составе. В системе парижских бюджетных больниц есть дефицит в больше, чем 800 единиц среднего медперсонала. И нанять людей не получается, потому что зарплаты не привлекают. Большинство коллег работает больше легального времени, а некоторые доходят до 40-45 часов в неделю сверх нормального графика. Французская система здравоохранения регулярно переживает реформы. По словам протестующих, легче от них не становится. Последние два десятилетия отмечены тенденцией к сокращению коек в больницах. Согласно статистическим данным, за это время их число убавилось почти на 80 тысяч. Ситуация в государственных больницах катастрофическая, потому что в момент ковида она была в центре внимания, но с тех пор все стало еще хуже. Продолжается сокращение количества коек, идет отток кадров, в конце концов идет сокращение рабочих мест. И нас все меньше и меньше для заботы о пациентах. Более того, дестабилизирует и размер зарплат. Их подняли на 3,5%, но этого недостаточно для жизни и компенсации многолетней инфляции. Протестующие медики напоминают, что из-за сложившейся ситуации страдают и пациенты от многочасового ожидания в приемном покое или отложенной на несколько месяцев операции. Персонал бюджетных больниц намерен добиваться пересмотра рабочих графиков, зарплат, условий труда и в целом финансирование публичных госпиталей. Медики приглашают пациентов поддержать их и вместе спасти государственное здравоохранение, доступное всем. Алиаса Сдыкова, Руслана Мержан, Хабар 24, Париж, Франция. Боинг выплатит 200 миллионов долларов штрафа. Компанию обвиняют в том, что она ввела инвесторов в заблуждение касательно безопасности самолетов 737 MAX. Об этом заявили в комиссии по ценным бумагам и биржам США. После двух авиакатастроф представители концерна заверили, что воздушные суда работают исправно. Напомню, в октябре 2018 года Боинг 737 MAX потерпел крушение вблизи индонезийской столицы Джакарты. Тогда погибли 189 человек. А через пять месяцев разбился самолет эфиопских авиалиний. Жертвами стали 157 пассажиров. После многие страны отказались от эксплуатации этой модели. Таиланд снимет ограничения для туристов. Теперь при въезде в страну не нужно предоставлять сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Таиланда. Стоит отметить, что изменения вступают в силу с 1 октября. Больше не нужна и изоляция для людей с симптомами коронавируса. Им лишь рекомендуется носить маски. Ранее при въезде в королевство требовали паспорт вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Кроме того, прибывающим в страну делали выборочный экспресс-тест на наличие инфекции ковид. В Казахстане началось выдвижение кандидатов на должность президента страны. На 16.00 по столичному времени заявление от участников предвыборной гонки не поступало, сообщили в Центр избиркоме. Там сегодня подготовили формы избирательных документов по проведению выборов. Их всего 18. Среди них документы территориальных и участковых избирательных комиссий и те, что используют в ходе выдвижения кандидатов. Кроме того, для оперативного информирования общественности нам разработаны и предлагается к утверждению три формы. Форма номер один. О количестве избирательных участков и числе избирателей, включенных в списки на день представления списков для ознакомления. То есть за 20 дней мы оперативно получим от наших территориальных комиссий и местных исполнительных органов итоговую, переданную на участки численности избирателей и, собственно, количественность тех участков, которые будут задействованы в выборах. На заседании в ЦИКе сегодня также обсудили, как будут проходить проверку кандидатов в президенты. Решено направлять запросы в государственные органы МВД, Агентства по делам госслужбы и Министерства юстиции. Все необходимые сведения они предоставят в течение двух календарных дней. Члены комиссии также подсчитали, сколько выделят каждому кандидату на проведение агитационной кампании. Предварительные расчеты у нас есть. Но мы, во-первых, еще не получили решение правительства. И решение Центральной избирательной комиссии по этому вопросу может быть только после этого. Ориентировочно, я вам скажу, по расчетам нашим идет 10 миллионов. Частные инвесторы построили в Туркестанской области 13 новых школ. Еще 59 возводят в регионе за счет бюджета. Это позволит уже в этом году решить проблему четырех аварийных и двух трехсменных школ. Об этом президенту рассказал Аким области Дархан Садапалде. Он также доложил, что в районных центрах и городах с начала года возвели почти полмиллиона квадратных метров жилья. Еще 85 многоэтажек сдадут в ближайшее время. Аким региона затронул и социально-экономический сектор. Объем промышленного производства увеличился на 125 миллиардов тенге. А в селах отремонтировали несколько поливных каналов. Благодаря чему фермеры в будущем могут собрать урожай на триллион тенге. Почти 80% населения Туркестанской области живет в сельской местности. Поэтому президент поручил уделить больше внимания развитию сел. В частности, развитию сельскохозяйственного сектора. Также он поручил решить вопрос поливной водой. Полноценные многоэтажные дома теперь можно собрать как конструктор. Меньше чем за три месяца. В столице работает уникальный домостроительный комбинат «Модекс Астана». Там производят специальные модульные блоки со всеми инженерными сетями. Иными словами, целую комнату, которую потом перевозят на строительный участок. Это значительно ускоряет процесс возведения жилых и социальных объектов. Подробности в сюжете. Чтобы возвести жилой комплекс из 350 квартир понадобится всего 100 дней. Цифры вполне реальные. Такого быстрого результата удалось добиться благодаря инновационному методу строительства, аналогов которому в Казахстане нет. Его предлагает завод «Модекс Астана». Завод способен и вообще выпускает полностью весь домокомплект. Блок изготавливается, перевозится на строительный участок. И дальше за один подъем поднимается целая комната. И монтируется. Готовность блока составляет порядка 80%. На счету завода уже четыре модульных жилых комплекса. ЖК «Семья» – один из них. Хорошая квартирка. Мне очень нравится. Здесь, да, кстати, шум изоляция классная. Никого не слышим в соседе, никто никого не беспокоит. Перед тем, как производство поставили на рельсы, изучили опыт Европы, Малайзии и СНГ. Сейчас на заводе выпускают больше 130 тысяч квадратных метров жилых площадей в год. Планок увеличить этот показатель почти в три раза. Завод «Модекс» тесно сотрудничает с Банком развития Казахстана. Строительство завода начато в 2019 году. Ввод в эксплуатацию произошел в середине 2020 года. Общая стоимость завода составила 15 миллиардов тенге, из которых 66% было за счет Банка развития Казахстана. На стадии монтажа и отделки еще три жилых дома, говорят специалисты. К слову, на заводе работают больше 200 сотрудников. Со всех уголков мира спешат фанаты на первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. В Алматы специально приехали поклонники из 68 стран. Сейчас на центральном стадионе мегаполиса, где выступит певец, полным ходом идет подготовка. Концерт начнется в 8 вечера. Однако уже сейчас перед стадионом много зарубежных фанатов. С ними встретился наш корреспондент Гафу Али. Певцы загодя подготовились и спланировали свой визит на родину своего кумира. Среди них оказались и те, кто посещает почти все концерты звезды, вне зависимости от места его проведения. Они отмечают, что атмосфера концерта Димаша у себя дома оставит для них незабываемые впечатления. Я приехала из Перу, но живу в США. Я приехала только за Димаша, за этот концерт. Мы надеемся, что будет прекрасно, и все будет так хорошо. Мы никогда не забудем, наверное. Мы приехали всей семьей на концерт Димаша. Я, к сожалению, мало знала про Казахстан и казахский народ в целом. Но когда я познакомилась с творчеством этого замечательного певца 5 лет назад, я буквально влюбилась в него и в вашу культуру. Ждем, не дождемся выхода на сцену нашего Димаша. Местных поклонников Димаша тут тоже не счесть. Димаша я слушаю с 6 лет, и вот еще 6 лет ждала его концерт в Алматы. Надеюсь, наш кумир покажет мне и гостям из-за рубежа настоящее шоу. В организации масштабного мероприятия задействовано более 200 специалистов и 400 волонтеров. По словам организаторов, зрителей ждет ультрасовременное масштабное и зрелищное шоу. Гафу Али, Нардулия Джахсбаев, Алматы, Хабар-24. В Алматы к грандиозному концерту Димаша Кудайбергена готовятся не только фанаты, но и сотрудники полиции. Безопасность будут обеспечивать больше 2,5 тысяч сотрудников. Правоохранители уже обратились к алматинцам с призывом соблюдать порядок. На стадионе, напомню, сегодня соберутся около 30 тысяч зрителей, почти четверть из них иностранцы. Парковка транспортных средств запрещена вдоль проспекта Абая и улиц Сарпаева. В этой связи призываем гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего автотранспорта, воспользоваться второстепенными улицами и во избежание заторных явлений заранее корректировать свой маршрут. Вместе с тем обращаем особое внимание на культуру поведения во время концерта, запрет употребления спиртных напитков, призывая проявлять уважение к поклонникам старшего поколения, к женщинам с детьми. 85 километров намерен пробежать житель семьи. Свой ультрамарафон Рамазан Салыкжанов решил посвятить 125-летию Мухтара Ауэзова. Маршрут от Семея до села Борле, родина казахского писателя. Стартовал марафон с площади Ауэзова, где установлен памятник драматургу. Поддержать 53-летнего активиста решили студенты, они добежали с ним до городской границы. Цель забега – привлечь внимание к ювелею выдающегося писателя, а также вдохновить молодежь на регулярные занятия спортом. По плану 85 километров я должен преодолеть за 8,5 часов. Все зависит от погодных условий, от моего состояния. До этого я уже преодолевал 6 раз полный марафон, но я больше 70 километров за 6 часов не пробегал. Поэтому для меня новый рубеж. Знаменитый повладарский пенсионер, хозяин Запорожца, оказался человеком с большим сердцем. Ифин Купин, на счету которого собралось около 13 миллионов тенге, пожертвовал большую часть денег на лечение тяжело больных детей. Помочь удалось сразу нескольким семьям. Часть собранной суммы дедушка потратил на восстановление поврежденной машины и выплатил штраф. Ездить на новеньком авто, которое ему подарил семечанин Асалбек Андабаев, он пока не может. Возникли трудности в переоформлении автомобиля. Я честно работал. Это деньги не заработанные мной, а народные. Так что я решил все деньги отдать, что осталось. Народ наш действительно уважает людей. Сразу оказывает помощь. Люди, в общем, добрые у нас. Я был на обучении в России. И увидел вот это самое видео, которое дедушка попал в аварию. И прям та самая видео прям затронула сердце. Чисто из-за этого решил подарить машину. Я желаю дедушке, чтобы не ездил, как сказать, тихо, спокойно. И в завершение о погоде синоптики советуют казахстанцам доставать теплые вещи. Уже в эти выходные в большинстве регионов выпадет мокрый снег. Похолодает и на западе республики. Там возможны сильные дожди. На следующей неделе, говорят синоптики, ветер усилится и возможен град. В североказахстанской области будет всего 5 градусов тепла. На западе и юге страны пока тепло плюс 25. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин